Челябинский бегун выиграл машину за полмиллиона рублей. Он быстрее всех пробежал свой этап на традиционной легкоатлетической эстафете. Спортивное мероприятие прошло в Челябинске в 85-й раз и собрало более тысячи южноуральцев. Подробности у Ирины Гончаренко. Веселее, веселее, Даша! Не опускай глаза! Молодец! Школьники уже бегут свою дистанцию, а участники основного забега в это время еще проводят разминку. Бежать будут сразу 16 команд, и это самый многочисленный этап. На старт выходят студенты университетов, бегуны из разных городов области и представители спортивных клубов. Влад Кирилюк вообще-то занимается бальными танцами, но уже несколько лет подряд бегает за свою спортивную школу на городской эстафете. Каждый год бегаем, очень интересно, соревнуемся со всеми школами, показываем свою школу, защищаем свою честь. В Челябинске проходит городская легкоатлетическая эстафета. На старт выходят тысячи спортсменов, а среди участников основного этапа разыгрывается главный приз – новенькая Нива. Машина достанется тому, кто первым передаст эстафетную палочку. С разрывом в пару секунд на финише лидирует Никита Высоцкий. Он профессиональный спортсмен и претендент в Олимпийскую сборную России. Сейчас выступает за спортивный клуб «Мечу», а в эстафете участвует с 2007 года. В 2014-2016 годах я выиграл длинный этап, который отъедет от Алого поля до Юргу, это 1150 метров в гору. А в 2015 году я побеждал на первом этапе здесь. Тогда автомобиля не было. У меня было уже два автомобиля, но, к сожалению, я их продал. Два года назад купил квартиру. Ниву стоимостью почти полмиллиона рублей предоставил главный спонсор соревнований – русская медная компания. Так РМК решила поддержать и спортсменов, и отечественный автопром. Уральские спортсмены должны ездить на брутальных автомобилях. Я думаю, что люди, которые отдают всю жизнь спорту, которые ведут здоровый образ жизни, которые на самом деле очень много трудятся, они достойны получить такой замечательный приз. И мы считаем, что это дополнительная мотивация принять участие в следующей эстафете. Эту эстафету в Челябинске проводят традиционно 85 лет подряд. Не прекращали даже в годы Великой Отечественной войны. И помимо бегунов здесь сейчас принимают участие лыжероллеры и велосипедисты. Среди школьников побеждают спортсмены из 138-й школы, уже в 21-й раз в истории эстафеты. А в главном забеге статуэтку «Бронзовый бегун» в 14-й раз получают «Металлурги». Ирина Гончаренко, Евгений Молчанов, ОТВ.